Спасибо. Спасибо. Вот как Вы считаете, возможно ли правовое регулирование научной и инновационной деятельности? Понимаете, ну, наверное, возможно, я все-таки в этом деле не специалист, но я хочу сказать одно. Но наука создает новые технологии. И на самом деле это все определяет развитие человечества. Вот недавно было большое, посвященное современной науке и технологическому развитию, в начале 2015 года была большая конференция в Париже. Вот. И там Ваш покорный слуга читал лекцию. Читал лекцию Стивен Чу, лауреатр Нобелевской премии. В первый срок Обамы он был министром энергетики США. Потом он понял, и он приехал как-то в Питер и сказал мне, что я понял, что с бюрократами работать вместе невозможно. Понимаете, мир так развивался всегда. Когда каменный век закончился, это приводил, как раз Кивен Чу в своей лекции, цитату министра энергетики, по-моему, Саудовской Аравии, который сказал такие слова «Каменный век закончился не потому, что наступил дефицит камня, потому что появились работы, а бронзовый век наступил». Мы говорим, что у нас был век пары, век электричества, век атомной энергии. Это на самом деле научно-техническое развитие, развитие науки, создание новых технологий и изменение, вообще говоря, структуры общества. Премьер-министр Великобритании Голдстейн посетил в XIX веке во второй половине лабораторию Майкла Фараделя. Фарадель – открыватель электричества. И он показывал ему свои работы в этой области. И премьер-министр Великобритании спросил его, а что мы будем делать с вашим электричеством? Фарадель ему сказал, вы будете получать налоги. Нужно сказать, что, между прочим, Великобритания перешла на электрическое освещение позже всех других европейских стран. Поэтому, ну вот очевидно, это вот так. И для нас, для нашей страны, реформы Академии наук, которые были проведены 4 года тому назад, нанесли вообще, с моей точки зрения, очень серьезный удар. При этом это опять формулировалось так, что мы делаем как в цивилизованных странах, что там Академия наук является клубом ученых и не имеет своих лабораторий. При этом большая группа нобелевских лауреатов обратилась с письмом к нашему руководству, что нельзя проводить такую реформу в России, потому что в России ее научно-техническое развитие определялось прежде всего Академией наук нашей. При этом нужно понимать, что когда, скажем, создавались Академии Великобритании, Королевское общество, Французская Академия наук, они создавались в странах, в которых давно были университеты и развивалась наука в университетах. Когда создавалась наша Академия наук, первым университетом в нашей стране был Академический университет, созданный в 1725 году. Была создана гимназия, университет, общество, затем лаборатория. У нас другая история, и это наш цивилизованный путь развития. И мы должны его, и Академия наук АССР несла огромный вклад в развитие и укрепление нашей державы. Практически, я думаю, что то, что было создано, масса новых технологий и в области физики, огромный удар, безусловно, несла Лесенковская сеть, потому что мы в области биологии занимали самые передовые позиции. Но в целом, научно-техническое развитие страны было достаточно высоко. И поэтому, безусловно, конечно, в целом, наука не создает цели. Наука с Кореем, Эйнштейн подчеркивал, она создает средства для достижения целей. А цели должно создавать передовое в этическом отношении общества. Я с удовольствием услышал, что мои мысли, извините, я волнуюсь всегда, а социальность праведливости разделяет и такие великолепные люди, как Эйнштейн, вы их повторяете. Но, к сожалению, несчастье, как показывает практика, из людей, сейчас их мало, кто разделяет. У людей есть такое свойство, да, мы все хотим хорошо жить, красиво жить и прочее, но, к сожалению, трудиться, работать мы не хотим. Но это же необходимо, без этого никак. Вот люди находят различные скидки, как жить лучше, но работать меньше. Ну и они их находят с помощью эксплуатации и прочих вещей. Так вот как, что делать, какие методы, чтобы людям внушать, как, что жить-то нужно справедливо, а не так вот наживать себя на груди. Вот какие методы, искусство там, с помощью чего. Вот меня, я вот ваши слова, когда говорю, где-то, ну, в интернете или прочее, меня там шарик, дурак и прочее называют. Вот, вот что. С помощью чего, как, Людмин, в интернете? Все. Идея. Как все оказалось? Ой, Господи, понимаете ли меня, тут все-таки я могу, ну, анализировать то, что происходит. Я всегда подчеркивал значение науки и научных исследований. Очень важно суметь выбрать то направление исследований, ведущее к созданию новых технологий, которые действительно принесет реальные плоды. Ошибки в этом отношении играют огромную роль. Вот с моей точки зрения, с моей точки зрения, прекрасная идея была выглянута академиками Тамбров и Сахаровым, магнитная изоляция плазмы и создание термоядерных реакторов для получения энергии. Прошло 70 лет. Из этой идеи пока ничего не получилось. Одно из двух. Либо идея имеет определенные, я так думаю, определенные дефекты, и на этих принципах не может быть реализована. Она может быть реализована на других принципах. Между прочим, на эти исследования человечества, благодаря соревнованиям СССР и США в свое время, огромную роль положительную сыграл доклад Игоря Васильевича Курчатова в 1956 году в Англии о наших исследованиях, которые были засекречены. Они были засекречены и у нас, были засекречены в США и в Великобритании по очень простой причине. Управляемый термоядерный реактор магнитный это не только возможность получения энергии, это и возможность получения трития, одной из компонентов ядерного оружия. Из этого ничего не вышло. На это и страшно. В целом, я думаю, даже не сотни миллиардов, а может быть близко к триллиону долларов вот в этих трех странах. Игорь Васильевич сделал прекрасную вещь, когда сделал доклад и добился рассекречивания этих работ. Когда они стали достоянием открытых научных исследований и только из них становится ясно, например, какой способ может быть реально перспективным. С моей точки зрения, лазерный термоядер является единственным перспективным, но при этом отдаленным, потому что он не дает реально большого эмоэтического, экономического выигрыша. Поэтому, но, что нельзя допускать, никоим образом, и то, что действительно произошло в нашей стране, это, как говорится, когда научные исследования и такая могучая научная организация, как Академия наук, оказались на самом деле вот в том состоянии, в котором они сегодня, когда имущество все передано так называемому фону, в котором никто не понимает, что такое настоящая наука. При этом это все делается, опять же, как цивилизованная страна, а я уже говорил, почему у нас это несколько иначе. Мы оказались в очень тяжелом положении, когда отраслевая наука была в значительной степени утеряна в начальный период рекору, когда мы потеряли многие отрасли промышленности. Вузовская наука, которая жила в основном за счет хозговоров с высокотехнологичными предприятиями тоже принесла огромные потери. Мы сохранили Академию наук, и никоим образом нельзя было допускать то, что сделано с ней сейчас. Для этого это, ну вот, я стараюсь делать, что я могу, в том числе, ну вот, иногда меня слушает внимательно Владимир Владимирович и я надеюсь, что, в общем, произойдут соответствующие положительные изменения. Потому что страна, в том числе и ее сельевые отрасли, не может развиваться без развития настоящей науки и создания новых технологий.